В Москве сегодня прошло предварительное слушание по так называемому «болотному делу». Речь идет о беспорядках 6 мая прошлого года. Тогда, за день до инаугурации президента Владимира Путина, сторонники российской оппозиции вышли на марш миллионов, который завершился столкновениями с полицией. На скамье подсудимых 12 из 27 обвиняемых им вменяют вину участия в массовых беспорядках и применение насилия в отношении полицейских. Сегодня один из фигурантов дела заявил отвод судьи, его поддержали и остальные обвиняемые. Но это ходатайство удовлетворено не было. У здания Мосгорсуда прошли одиночные пикеты в поддержку узников 6 мая, как вызывают подсудимых в оппозиции. «Крупнейший с советских времен политический процесс против оппозиции. Я и мои товарищи расцениваем это дело как абсолютно сфабрикованное и политически мотивированное. Власть преследует две цели – отправляя людей за решетку, гноя их за решеткой. Задача первая – запугать ту часть общества, которая хочет перемен, которая не согласна с происходящим в стране. Вторая – задача дискредитировать оппозицию». Опасается уголовного преследования один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров. Бывший чемпион мира по шахматам по этой причине решил не возвращаться в Россию. Своё решение он связал с расследованием деятельности политических активистов, не исключив при этом, что он сам может попасть под следствие. В ходе пресс-конференции в Женеве, где ему была вручена награда за правозащитную деятельность, Каспаров заявил, цитируя, «У меня есть серьёзные сомнения в том, что когда я вернусь в Россию, то больше не смогу уехать обратно». Во Франции убит активист антифашистского движения. Преступление было совершено накануне вечером в центре Парижа возле железнодорожной станции Сен-Лазар. 18-летний Климен Мерик подвергся нападению неонацистов, вооружённых кастетами. По словам очевидцев, в драке предшествовала ссора. Мерик был студентом одного из самых престижных высших учебных заведений Франции – Института политических исследований. Сегодня его однокурсники и десятки других молодых людей устроили у здания вуза стихийную акцию протеста. «У этого преступления есть, конечно, политический подтекст, но сейчас не время для этого. Сейчас траур. Это настоящая катастрофа для его семьи и для нашего института». На акцию протеста вышли сегодня греческие пенсионеры. Они выступили против правительственной политики жёсткой экономии. Пожилые граждане устроили в Афинах шествие, завершившееся митингом у здания Министерства труда. Участники марша утверждают, курс властей по сокращению расходов привёл к тому, что теперь пенсионеры не могут оплачивать даже свои счета. С 2010 года греческие пенсии сократились на 15%. Но, по словам самих граждан, с учётом экономических потрясений, их доходы реально сократились вдвое. «Мы боимся, поскольку не видим света в конце тоннеля. Как не бояться в такой ситуации? Ведь будущего просто нет. Наша молодёжь уезжает за границу. Это вам ни о чём не говорит». Десятки нефтяных и газовых компаний, в том числе и такие крупные, как «Шелл», собираются побороться за месторождение газа и нефти, найденные в Средиземном море в акватории Ливана. Залежи голубого топлива раскинулись на территории примерно 3000 квадратных километров. Их запасы предварительно оцениваются в 200 триллионов кубометров природного газа, что значительно больше, чем месторождение в Израиле и на Кипре. Недавние открытия, которые наделали много шума. О газовом потенциале взрывоопасного региона мой коллега Владимир Нанянц. Ближний Восток, похоже, ещё больше укрепит славу экспортера чёрного и голубого золота. Только теперь торговать им намерены не монархии Персидского залива, а государства, на территории которых раньше ни нефти, ни газа не было. Сейчас Ливан полностью зависит от поставок углеводородов извне, в основном из соседней Сирии. Первые скважины, надеются специалисты, будут пробурены уже через пять лет. А к концу десятилетия прогнозируют в Министерстве энергетики и водных ресурсов Ливана добыча нефти должна превысить 90 тысяч баррелей в сутки. Бейрут также имеет все шансы стать одним из крупнейших экспортеров газа в Средиземноморье. С каждым новым исследованием мы обнаруживаем всё больше залежей углеводородов, так что цифры, вероятно, возрастут. Последние замеры показали 30 триллионов кубических футов газа. И это только ресурс 10% территориальных вод Ливана. Открытие крупных месторождений нефти и газа у побережья Ливана вызвало самую настоящую сенсацию в среде нефтяников. Британская геолого-разведочная компания «Спектрум» обнаружила гигантские запасы природного газа на границе с Израилем. В нынешних ценах стоимость такого объема голубого топлива может составить около 40 миллиардов долларов. Представители «Спектрум» заявляют, что ливанская находка по своему объему существенно превышает запасы, ранее обнаруженные близ соседнего Кипра. Теперь мы намерены исследовать северную часть Ливанской акватории. Здесь мы рассчитываем обнаружить от 20 до 30 триллионов кубических футов газа. Таким образом, в общей сложности ресурсы должны составить до 80 триллионов футов. Это очень перспективно для нефти и газодобывающих компаний. Ливанский шельф является одним из немногих действительно неисследованных районов, который обещает богатую добычу. Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Руди Баруди считает, что запасы нефти и газа в Ливане в потенциале даже больше, чем сумела обнаружить «Спектрум». По его словам, только нефть и страна сможет добывать около 90 тысяч баррелей в сутки на протяжении 20 лет. Прежде Средиземное море считалось территорией бедной углеводородами. Однако в последние годы в восточной его части было обнаружено несколько перспективных районов. В частности, немалыми запасами газа обладает шельф Израильского побережья. Голубое топливо с месторождения Тамар уже начало обеспечивать потребности еврейского государства. На очереди еще более внушительный природный газовый резервуар «Левиафан». Владимир Унанянц, Артевиай. Сейчас коротко о других международных новостях. Австрия выводит свой миротворческий контингент с голландских высот. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в Минобороны. Военные из этой европейской страны составляют около 40% всех миротворцев в регионе. Ранее сообщалось, что голланды вновь подверглись обстрелу с территории Сирии. В Турции в больнице скончался полицейский, пострадавший во время стычек с демонстрантами. Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков погибли двое протестующих. В списке пострадавших более 3000 человек антиправительственные акции проходят в Турции уже неделю. Россия неответственна за смерть Аслана Масхадова. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека. В Трансбурге сочли, что лидер чеченских сепаратистов был случайно застрелен соратником во время штурма его убежища спецназом. Вместе с тем суд упрекнул Москву в отказе в выдать тело Масхадова родственникам. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.